Облачение. Мы одеваемся, чтобы отпраздновать Святую Божественную Литургию. Почему? Давайте выясним. Субтитры создавал DimaTorzok И используем облачение, чтобы символизировать ту трансформацию, которая необходима для участия в этой прекрасной службе, называемой Святой Божественной Литургией или Бадарака. Мы начинаем с открытия книги, которая называется Хород Адейдер. Буквально это означает «Книга тайны, книга тайны», а внутри книги тайны находятся все молитвы, которые мы произносим во время Святой Божественной Литургии. Она начинается с облачения священника. Божественная тайна выражается через все различные компоненты. Сегодня мы проходим процесс облачения. Процесс облачения начинается с чтения священных текстов, напоминая нам, что согласно Писанию, мы находимся на Святой Земле. Первое, что мы делаем, это исключаем вещи, которые не принадлежат этому священному пространству. Мы снимаем обувь и надеваем холо-топ, или тапочки, напоминая себе, что скользим по священному пространству, убирая все, что не принадлежит к ним. Первой статьей облачения является шамик. Он чисто белого цвета, чтобы символизировать чистоту, необходимую для выполнения этой структуры. Облики меня, Господи, в одежду спасения и в ризу радости, и припоясай меня этим облачением спасения, благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Шабик является символом чистоты. Он напоминает нам, что в глубине души мы все грешны, но в присутствии Бога нам предоставляется возможность обновиться, преобразиться. И именно в этом преобразовании, в этом обновленном Я, которое стоит перед алтарем Бога. Следующее облачение называется пор, урар. Урар в буквальном смысле означает «ермо Христова». Иисус Христос говорит «возьмите мое ярмо». Это символ смирения, служения, который мы обвязываем вокруг своей шеи. Иисус говорит «возьмите мое иго». Оно легкое и простое. Это напоминание, которое мы носим во время Святой Божественной Литургии. Пояс или гаудия. Напоминает нам о том, что наша вера всеобъемлющая, она круговая, она связывает наш разум, нашу душу и нашу веру вместе. Это напоминание о том, что, стоя перед алтарем Бога, наша миссия охватывает весь мир. Басбонс, который мы надеваем на руки, напоминает нам, что служение, которым мы занимаемся, требует силы, силы души и разума, но также и тела. Мы молимся Господу, дай мне силу в правой и левой руке, когда мы служим народу. Вагаз обвивает шею священника, напоминая ему, что фокус его служения находится перед ним, перед святым алтарем Бога. И перед ним благословенной тайне, которая становится телом и кровью Христовой фокус, предотвращая священника от того, чтобы смотреть в сторону и сосредоточивая его внимание на служении, которое находится перед ним. Последним облачением, которое надевается на священника, является шурчар, что в буквальном смысле означает быть окруженным. Это напоминание о том, что в этом праздновании есть сияние, есть радость, есть счастье. В Твоей милости, о Господе, облеки меня в сияющее одеяние и укрепи меня против влияний злого, чтобы я был достоин прославлять Твое славное имя благодатью и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Другие мелкие предметы, например, платок, помещаются вокруг Гауди на поясе, чтобы напомнить священнику, что он служит таинству и народу. В качестве украшения священник носит наперстный крест, епископы носят патриаршие кресты, а католикосы могут носить двуглавые орла. Эти символы обозначают их ранг и положение в церкви. Но во время самой священной части Святой Божественной Литургии, во время таинства, они снимают его. Так что, когда вы входите в церковь, вы не знаете положение священника, потому что мы все равны. В глазах Бога служение Богу и народу. Последний элемент, так, саговар или корона, помещается на голову священника, как напоминание о том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос является Царем Царей. И мы стоим перед Его лицом смиренно, но чтобы напомнить нам, что Иисус Христос является Владыкой, и Его Господство, Его Царство – это Царство Вечности. Священник, полностью облаченный, начинает совершать Святую Божественную Литургию с молитвой во имя Отца, Сына и Святого Духа.